МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новины Минщины на нашем канале у студии Сергея Манько. Вітаю вас и головное о выпуску. Реальная экономика мытна союза. Минские облвыконками, кемат Карагандинской в области Казахстана вызначили планы дальнейшего супрацовництва. Это перспективный рынок для нас. Протвреманницкий интерес, когда 30-ти працовных мест открыто все это в Крупском районе, дякуючи новым вытворчествам. Работаем только год, предприятие развивается очень быстро. Про ты, кто крутит руховик региональной экономики. Татьяна Кыштофович. Вандровка учася, уникальная выстава годинникова, працую в палацево-парковом комплексе Несвиш. Французские, немецкие, английские фирмы. Каждые часы, можно сказать, это произведение искусства. Минские облаканкамы, кемат Карагандинской в области Казахстана вызначили план мероприемства по гандлево-экономичным, новоково-техничным и культурным супрацовництве. Документ на ближайшие три года подписаны подчас визита диригации столичной регионы в Карагандинскую в область на чале с губернатором Борисом Батурой. Белорусская диригация приняла удел во урочистой церемонии ввода в эксплуатацию первая карьерная самозвала Бела с грузоподымальностью 45 тонн, собранного в Казахстане и сертификованного в отповедности с потребованиями мытного союза. До слова сегодня потребы Казахстана у такой техницы 30-35 одинок что год. Подчас визита так само досягнуты домовности по поставках белорусское технологичное обстаревание у сферы сельской господарки и подписана дилерская домова по сервисному обслугованию белорусской дорожно-будоуничшей и коммунальной техники. В дополнение ко всем договоренностям еще достигнуто принципиальное согласие Акима о выделении земельного участка по соответствии с непосредственно центра по обслуживанию техники БелАЗ. Подписан контракт на поставку между компанией Унибокс и одной из компаний Карагандинской области по поставке доведенного молочного оборудования на сумму свыше 900 тысяч евро. Наше оборудование, произведенное на территории Минской области будет установлено непосредственно на ферме, которая будет построена опять же по нашей документации, по нашим технологиям. Примерно треть, треть, где-то может быть четверть нашей всей продукции, поставляемой в Республику Казахстан это продукты питания. И учитывая наши возможности, в частности по поставке сухого молока и другой продукции, здесь нам видится, что это перспективный рынок для нас. Продпринимательский интерес, скорее 30-ти прационных месяцев открыт в Крупском районе, благодаря новым вытворчастям. В сфере деятельности розная гандаль, транспортные послуги, промысловость, фермерские господарки. До речи, только лет в регионе появилось 33 новые предприятия. И все это уже 18. Интересы предпринимательства от региона великие. В основном, благодаря належной логистиции, побачь международной трассы и чугунка. Про тех, кто крутит руховик региональной экономики. Татьяна Криштофович. Были военный городок, сегодня место дислокации предпринимательства на одной территории у некоторых гектаровской оперованной разной вытворчасти, которые господарам приносят прибыток, а району – корысть. Кто с тястелевался давно, а другие пришли вось тольки. До приклада, совсем свежая справа – выпуск пенопласту. Линия новая, запустили год назад. Насколько она оправдана, оправдана. Выход у нас примерно 300 кубов идет в месяц. Ну, то есть, это нормальные объемы. Для нашего Крупского района мы удовлетворяем всех. Плиты идут на утепление ферм, на утепление фасадов, стен, жилых домов. Думаем осваивать еще соседнее помещение тоже, именно под парастирол. Поэтому не стоим на месте. Для Крупского района это новая вытворчность Зусим невядомая. Сегодня тут працует по культ два человека. В будущем штат будет поширен, и как только выйдут на большие объемы. С первых днем на предприемстве Александр Станкевич скажет, працей задоволен ее стабильный доход и перспективы. Работаем только год. Предприятие развивается очень быстро. Нравится, что стабильная зарплата, социальный пакет, ну и повышение квалификации. А это еще один предпринимательский круг. Летость-местовый инвестор распочал бы до униста Гандлева-забавленного центра. Для Крупок поди и объект в Вирме запотрабованный кошт проекта 40 миллиардов рублей. Похоже, освоено только четыре. А значит, все напереде. Объект должен быть востребован, потому что в Крупках нет таких крупных объектов торговых. Центр города, недалеко трасса М1. Я думаю, что и россияне к нам приезжают, скажем так, да, как бы. Поэтому расположение объекта удачное. Будучи не развитие района, у инвестициях тому с предпринимальниками працуют во взаимодействии. У нас созданы больше десятка площадок, то есть земельных участков, которые мы предлагаем инвесторам в индивидуальном порядке, потому что каждому нужна своя инфраструктура, свои подъездные пути, железная дорога, это как бы очень важно. Значит, мы работаем с инвесторами индивидуально. Одночасово с дробными проектами сегодня тут реализуют и масштабные намеры. Например, на территории Булонавтобазы ЗАРС узводит сучастный завод по перепрацовуции от працованных масел. На восемь призначенный запуск первой шарги, а значит, худко заявится и новые працовные месяцы. Татьяна Кристофович, Дмитрий Травин, Мишина. Молочные новоселья по графику свыше 200 ферм по программе модернизации и реконструкции молочно-товарных комплексов увидено на меньшине. Аж 600 объектов в регионе сдадут до конца года. В Туркио-Березинском районе все ряда открыются 13 молочных комплексов. Зараз на большинстве ферм уйдет наладка доильного обстаревания, организованный научальный процесс для жабеловодов. Среди вытворцы, выполненные в будущем, благодаря таким фермам, значительно повеличится поголовь и, соответственно, повысится вытворчность молока. Притым выники не примусят себе долго ждать. Практически запустили доильно-молочные блоки в четырех хозяйствах. Сегодня пятая уже запускает. За утро шестое и практически вот каждый день запускаем доильно-молочные блоки и начинаем доить коров. До конца года мы закроем этот вопрос, во всех хозяйствах будет окончена реконструкция и строительство молочно-товарных ферм в полном объеме. Именно в этом хозяйстве, значит, постройка комплекса была необходима, жизненно необходима. В первую очередь, ввиду того, что действующие здания находились практически в полуаварийном состоянии. Какие плюсы? Во-первых, увеличение производительности труда, однозначно. Улучшение условий для работы персонала. Улучшение качества продукции. Это, в первую очередь, поставка молока с фортом экстра. Ну и, естественно, конечно, увеличение рентабельности. До надзвучайных ударений у рейсовый автобус трепил у аварии на Пуховщине. Поблизу везки Иваньковщина шофер грузовика не справился с кированием, и машина урезалась в автобус. На счастье, удар был немоцным. Киров самаршрутная транспортная сродка в той момент прямого оплаты за проезд, автобус находился на припынку. 19 пассажиров, что были в салоне, самостоянно вышли из автобуса. Потерпела женщина-пенсионерка, и она шпитеризована в Марьиногорскую больницу. А у нас видит шарговые авары с уделом двухколок и транспортного сродку. 28-годовый местовый жахар на мотоцикле Ишни справился с кированием и урезался в легковое авто. В вынику байкер с травмами, доставленные в медустанову. Межтым ДАИ в области проводит профилактичную акцию «Мотоциклист», накерованную на попереджении аварии с уделом двухколых механичных транспортных сродку. Что день? Аутоинспекторы выписывают десятки штрафов кировцам мотоциклов, мопедов и скутеров, что порушили правила дорожного руха. Недитячие упрыгожане, незвычайную вратовальную операцию провели напередные супрацовники Вилейской райотдела по незвычайных ситуациях. До помощи потребовались семигодовые девчонцы. И она вырешила примерить кольцо не по помире, а снять перстенок самостоянно не смогла. Вратовальники заличенные хвилины вызвали палец потерпелой, разрезавший кольцо специнструментом. От шпитеризации девчонка отмовилась. Вандровка в часе в Национальном историко-культурном музее заповеднику Несвишу все ожидающие могут повернуть час назад. Полсотни годинников, 18-го, початку 20-го стагодзе проставлены для Амат-рода Унины. Настольные, настенные, кишенные и каминные. По экспонатах можно выучить всю историю развития годинников на территории Европы. Коллекция сборная. Часковые экспонаты привезены из музея в Гомере и Клайпеде есть годинники, которые заховываются тут же у Несвиша. Своими набытками поделились и приватные коррекционеры. Просочить за ходом часу можно до конца костричника. Производство в основном часов европейское, известных фирм. Это и французские, немецкие, английские фирмы. Каждые часы, можно сказать, это произведение искусства. Потому что отдельные экземпляры, они представлены из очень интереснейших материалов. Те же часы Мэйсон, сделаны из фаянса. Есть часы, которые имеют патинированную бронзу, покрытые позолотой. Есть деревянные часы, есть часы, на которых присутствует холст с изображением какой-то части жизни человека. Фактически, это действительно такая небольшая коллекция, которая позволяет судить о том, как развивались часы и как люди, у которых были денежные средства, могли приобретать эти часы. Потому что изначально часы это было довольно дорогое удовольствие. И на этом у меня все. Доброго вам настрою и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова